Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня у нас новый второстепенный выпуск, посвященный одному интересному археологическому объекту, расположенному на Черноморском попережье Краснодарского края. Речь пойдет о примечательной достаточно крепости средневековой, руины которой сегодня расположены на территории заповедника Тиса Самшитовая роща, этого многострадального несчастного заповедника, в котором бабочка пожрала весь многодосячелетний самшит благодаря усилиям или наоборот бездействия даже некоторых чиновников олимпийского периода времени. Ну не об этом, не о грустном. Хотел бы заметить, что информационным помощником, спонсором информационным данного выпуска является паблик Старка, археология и этнография. Это чудесный паблик, расположившийся в социальной сети ВКонтакте, в котором вы можете прочитать всю актуальную на сегодняшний день интересную информацию об археологии, этнографии, различных экспедициях, не только по южным регионам, а вообще по России, которые на сегодняшний день происходят. Актуальные новости с этих экспедиций. В принципе, все, что относится к жизни археологов, к раскопкам, то есть это и научная сфера, и просто быт. Если вы интересуетесь этой темой археологической, вам сюда. Ссылочка в описании к ролику. Ну, начнем о крепости. Итак, Хостинская крепость называется благодаря тому, что она расположена в русле реки Хоста, которая как раз таки, вот это ущелье этой реки, расположена в восточной части заповедника. Вдаль нее проходит основная тропа, которая, скажете, является через этот заповедник переходом от побережья через такой перевал к более-менее пологой плоскости уже внутренней континентальной части материка. Также ее еще называют Генуэйской крепостью, что неправильно. Собственно, крепость это остатка древнего сооружения, предположительно оборонительной крепости, в северо-восточной части заповедника над рекой на правом берегу Хоста, в шести километрах от побережья. Она находится на 100-метровом обрыве, расположившемся над рекой прям. То есть, по сути, эта крепость, она только с одной стороны стеной огораживалась, западной. Все остальное представляло собой естественный обрыв, который на сегодняшний день очень сильно порос, и там, в общем-то, если зайти в кусты, что называется, и можно дезориентироваться по поводу того, какой там уклон, и очень хорошо так вниз лететь. Поэтому довольно опасно, в общем-то, по руинам ходить, о чем, в общем-то, недвусмысленно предупреждают надписи, оставленные недалеко от ее входа, администрация и заповедник. Предположительно, был откидной мост на другую сторону реки, по крайней мере, по одной из версий. С того, что раскопали, он, вероятно, действительно действовал. На сегодняшний день сохранились остатки четырех башен, несколько фрагментов стены, сложенных из известняка на известковом растворе, то есть там кладка такая, ее видно очень хорошо. Идет, конечно, серьезное разрушение из-за того, что деревья растут, уже довольно крупные деревья, прямо на фундаменте этих стен, а в последнее время еще усилилось из-за того, что произвели раскопки, и как бы вот эти, после раскопки все равно остаются определенные ямы, полости, из-за которых разрушение усиливается, но это неизбежно. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день эту крепость изучили максимально, насколько можно. Все, что о ней можно было узнать, узнали. Существует даже план крепости, она обрисована. Этот план присутствует, кстати, на определенной информационной площадке, расположенной как бы у входа, у подъема к этой крепости, на основной тропе заповедника. В заповеднике все указатели крепости введут. Современная библиография по поводу вот этой крепости, она в версиях разнится, потому что окончательного ответа не дано, о том, что же все-таки представлялось об этом сооружении в окончательной версии, кто его конкретно строил. Значит, одна из наиболее распространенных версий, это вот эта вот бытующая байка-версия о генуэзской крепости, якобы ее построили генуэзцы, и на итальянских картах 13-15 века примерно в этих местах была их татарковая фактория Коста, в общем-то связанная с названием реки Холста. Считалось, что вот вроде как это крепость, но недостаток этой версии в том, что крепость, она как бы в трудодоступном месте находится, до нее добираться очень тяжело на самом деле было тогда, сейчас еще какие-то хоть дорожки есть, то тогда это просто была узенькая-узенькая тропка подвесная вдоль вот этого ущелья, скалы. Туда пройти просто так в пишем порядке было сложно, не то что таскать что-то, как целый материал. И, соответственно, опасное место тем, что там очень легко организовать затор, перекрыть движение, там просто свалить деревья на дорогу, то есть засаду можно было очень легко сделать. Вокруг еще и заросли, кругом такие животные. Некоторые приводят при этом версию о том, что туда в половодье можно было добраться на лодках, но известно, что река Холста в половодье, она как бы превращается в такую порожестую очень реку, на которую только рифтинг, сплав можно сделать, ну уж никак не против течения пройти вверх на обычной лодке. По более вероятной версии, эта крепость была сооружена по приказу Византийского императора Ираклия I в 624 году во время Византийско-Иранской войны для блокирования одного из союзных персов. Персам племен, скорее всего, зихов на тот момент, предков адыгов, которые выше по реке жили в то время и постоянно устраивали военные грабительские походы на побережье, на вот эти вот торговые фактории и на корабли, которые там пресную воду набирали в этой бухте Холста. Есть также и еще одна версия, что в те времена, ну как известно, что дадыги не селились в устьях рек и в низинах, не селились обычно на холмах, так чтобы избегать малярии. И таким образом, грубо говоря, эта крепость является своего рода соглашением с местными племенами, которые с теми же византийцами торговали. И византийцы для удобства передвижения караванов они построили вот такую как бы небольшую крепость, которая могла бы снабжать людей водой, пищей в пути этих купцов, служить каким-то мини-рынком таким что ли. Скорее всего, тоже есть доля определенной правдивости в этой версии, потому что крепость действительно прикрывала все русло реки, всю дорогу вот эту вот ведущую вдоль этого пути, и выходила обзором на вот эту открытую площадку, выход из ущелья сверху. Таким образом, это сходится с основной на сегодняшний день версией, которая очень хорошо изложена, допустим, в тех же брошюрах Сочинского национального парка. Тот же Кизилов, допустим, разрабатывал эту версию хорошо, и до него тоже ученые занимались. Суть ее сводится к тому, что эта крепость является одной из целой цепочки, множество крепостей Сочинского района, расположенных вдоль основных рек. То есть, допустим, Хоста та же, река Мзымт, это очень много таких крепостей там вдоль. И, как бы, таким образом, эти крепости, они являлись гарнизонами охраны для караванов. И в то же время, ну, местами снабжения, да, ночевки вот этих вот караванов, которые приходили от устьев рек, где высаживались кораблей, через горные перевалы наверх в равнинную часть Северного Кавказа, где проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути Большого. То есть, таким образом, как бы, это одни из ответвлений такие шли к побережью, по известным тропам еще с древнейших времен. И византийцы просто вот так вот построили такие крепости. Причем там не очень ясно, в общем, в какие-то периоды они мирно жили, в какие-то периоды не очень мирно, какие-то, видно, периоды было, явно какой-то византийский гарнизон стоял, а в другое время уже чисто из местного населения. Но при этом воины явно использовали, ну, оружие, допустим, тоже византийское. Ну, то есть, видно, что, допустим, они, вероятно, являлись местными нанятыми византийцами для охраны. Ну и, собственно, что можно сказать о самой крепости поподробнее, да? Все ее стены возведены из грубо обработанных блоков известняка, скрепленных с известковым раствором, который содержал примесь морского песка и мелкой речной гальки. То есть, что-то, видно, произносилось со стороны моря явно. Подъемный материал, который был во время раскопок крепости произведен, включает обломки лепной керамической посуды с пористыми стенками, так называемые горшковидные плоскодонные сосуды. Фрагменты стены и остатки башен, скрепленных раствором под открытым небом, простояли не один век, и они еще до сих пор стоят крепкие достаточно. Юго-восточный угол крепости защищен башней, сохранившись на высоту до почти пяти метров. Действительно, там, да, еще пока внушает. На запад из башни смотрит окно бойница размером 40 на 50 сантиметров. У юго-восточного угла открывные ворота, вот эти самые, которые, ну как, откидывались, поднимались, как в замках. Значит, вторая башня стоит от первой на 45 метров, имеет неправильный прямоугольный план, потому что, как повторяет контур рельефа, там достаточно полого, там, если поднимаешься, там, ну, конечно, все очень заросло сильно, но там очень такие крутые склоны, достаточно со всех сторон. В западно-восточных стенах заметно два яруса пазов для балок межэтажных перекрытий, то есть стояли, то есть какие-то были леса или подъемы такие, чтобы можно было курировать по верхушке стены. Высота каждого этажа примерно, там, под два метра, и башня, по-видимому, была трехэтажной. Лишь 11 метров стены разделяют вторую и третью воротные башни, они сохранились плохо. У западных ворот есть еще одна башня, значит, в десяти метрах от остальных, там, сохранился до сих пор дверной проем этой башни, но с учетом сохранившейся информации, можно предполагать, ну, исходя из того фундамента, который у этой последней башни есть у западных ворот, она могла достигать 11 метров, то есть обзор, представляем, там был такой достаточно хороший, 11 метров, ну, примерно 3-4 этажа. Вот, в принципе, все на сегодняшний день, что известно об этой крепости, она входит вот в список крепостей Сочинского национального парка, достаточно хорошо туристически она обозначена, то есть ее легко найти, их есть указатели, полазить, к сожалению, там сложно, не рекомендую, ну, только если в самом начале, потому что можно действительно там, скажем так, очень неудачно свалиться в каньон, да и как бы стараются все-таки смотреть за тем, чтобы туристы не шастали в том месте, хотя, конечно, людей не хватает. По живописности, конечно, да, вот эти деревья самшитовые, конечно, они сейчас мертвые, ну, во мху стоят и определенную такую, как бы, атмосферу создают такую, немножко мрачную, знаете, такие болота Луизианы вокруг, ну, смотря в какое, конечно, время года попадете туда, вот, на сегодняшний день это так. Ну и, наверное, одна из самых известных крепостей сегодня на Черноморском побережье, после на Чимитакваджи точно, о которой я уже рассказывал как-то. Ну, надеемся, что она еще в какое-то время будет сохраняться, чтобы можно было увидеть, пощупать эти сены, пощупать эту древность этих времен. В общем, будете в Систосамшитовой роще, обязательно пройдитесь к этой крепости, посмотрите, пощупайте, прикоснетесь к истории, поможете немножко развитию, таким образом, заповедника, который пытается сейчас восстановить вот, свои заросли Самшита, погубленные бабочкой. На этом все. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями, пишите комментарии, обсудим. Ну, всем пока.